День города и 79-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков отметил город Жабинка. Жителей и гостей праздника ждала обширная культурная программа – детские развлечения, песни и танцы. Поздравить жабинковцев с праздником прибыло руководство Брестского облсполкома. Слова приветствия и пожелания от главы региона Юрия Шулейко зачитал заместитель председателя облсполкома Дмитрий Городецкий. Сегодня Жабинковский район уверенно держит курс на развитие промышленности и совершенствование существующей инфраструктуры, решение задач по созданию достойных условий для труда и отдыха населения, по сбережению историко-культурного наследия, развитию досугового и туристического потенциала. Является передовым всехозяйственным районом Брестской области. 79 лет назад освободили город и район от немецко-фашистской нечисти. И сегодня город-спутник Бреста – Жабинка с каждым годом обновляется, растет и развивается. Активно строится новое жилье, ремонтируются дороги, появляются дополнительные рабочие места и многое другое. Потому для Жабинки День города – это не просто праздник, а новая страница истории. В будущее город шагает смело. Горожане строят амбициозные планы и уверенно говорят о перспективах. Экономика показывает себя самым хорошим образом. Сельское хозяйство на протяжении уже не многих лет демонстрирует замечательные результаты, как и в отрасли растеневодства, так и в животноводстве. Практически большинство хозяйств района и по производству молока всегда в верхней строчке, скажем так, таблиц, не только, скажем, области, но и республики. Промышленные предприятия динамично развиваются, и сахарный завод, и комбикормовый завод. Приятно, что регистрируются новые предприятия, создаются новые рабочие места для жителей. Поэтому я уверен, что у этого замечательного города большое будущее и большие перспективы. Трудолюбие и неравнодушие людей стали залогом успешного развития города Жабинки и района. Потому в День города были отмечены те люди, которые своим профессионализмом, трудолюбием и целеустремленностью достигли значимых результатов в любимом деле. Есть ряд определенных планов развития нашего города-спутника совместно с областным центром. Мы для себя определили направления различные не только в реальном секторе, но и в социальной сфере. Прежде всего, это какие-то спортивные мероприятия. Уверен, что и сегодня, посещая наш праздник руководства города Бреста, руководства областного исполнительного комитета, много пожеланий, ну и, скажем так, поручений. У нас сегодня, я уверен, есть все силы и средства для того, чтобы реализовать все наши планы, достичь самых высоких результатов. Хочу пожелать городу в свой день рождения и всем трудовым коллективам, всем жителям нашего города, в первую очередь, крепкого здоровья, удачи, благосостояния, благополучия и всего доброго и самого хорошего, и главное – мира. По доброй традиции, в день города Жабинки состоялась церемония присвоения звания почетного гражданина. В этом году им стал миллиоратор Петр Войновский. Мы выбрали Войновского Петра Ивановича. Это наш бывший руководитель ПМК. Сегодня он основатель музея, одного из, наверное, единственного в нашей области миллиоративной техники. Это наша гордость. Сегодня все посещают это предприятие, поэтому мы сочли достойным его заслуги в его работе и присвоили ему это почетное звание почетного гражданина. Отрадно то, что почетное звание присуждено в год 50-летия моей работы в миллиардивной организации ПМК-19. Поэтому я хочу сказать слова благодарности и признательности районному исполнительному комитету, районному совету депутатов и, конечно же, родной организации, миллиоратору, в которой я начал свою трудовую деятельность в 1973 году. И сегодня, вот спустя 50 лет, я еще в строю в этом коллективе. Спасибо всем за оценку трудовой деятельности. Несмотря на то, что концертная программа подошла к своему логическому завершению, сами же жабенковцы продолжили праздновать на специальных площадках, фудкортах и аттракционах, прогуливаясь по аллее мастеров, приобщаясь к ремеслам и культуре родного города. Я хочу этому году пожелать счастья. Хочу, чтобы вот это каждый день было. Знаете, самое, что замечательное, ведь это не стоит туда организовать. Всех позвал, и мы счастливы, мы добры, и мы живем. Город Жабенко – очень живописное место, и хочу, чтобы он оставался таким же чистым и красивым. Просветание. Пусть молодец растет, радует. Приезжает в наш город, чтобы он не старел, все время быть молодым. Он как маленькая Швейцария – чистый, аккуратный, уютный, удобный для жизни. Жабенко и Брест – города-спутники, и эта орбитальная связь позволяет строить большие планы. Жители Бреста всегда ждут в Жабенке, строятся новые дома и развивается транспортная доступность. Основная, так скажем, траектория, которая вырисовывается для Жабенки – это увеличение количества населения, чтобы население города Бреста могло здесь жить, могло развиваться. И, соответственно, трудовые ресурсы для города могли быть использованы именно с числа жителей города-спутника Жабенки. Что касается транспортного обеспечения, сегодня количество, так скажем, транзитного транспорта между Кобрином и Брестом и непосредственно между Жабенками и Брестом сегодня предостаточно. Сегодня нет необходимости в увеличении количества, вопрос только в смещении времени. По традиции любой праздник заканчивается ярко, незабываемо и вкусно. Ведь какой день рождения города без каравая? Анастасия Мелешкевич, Андрей Щерба, Юрий Лемантович, телекомпания БУК-ТВ.